С вами Таня Шахбандер, наш четверговый ключик жизни. Но в первую очередь я, конечно же, поздравляю всех украинцев с Днём Независимости, с Днём Независимости нас всех. Это, в правде, очень важно сейчас, потому что Украина борется за свою независимость. Я прям всем сердцем за это. Потому что у нас очень великая история и очень сильная культура. И очень хотелось бы это всё сохранить. Так, а теперь мы приступаем к нашему эфиру. И сегодня снова будем распаковывать знания. И очень-очень важную тему затронем. И сегодня у нас акцент будем ставить на ответственность. То есть тема будет ответственность. И вот я хотела бы, чтобы мы с вами обсудили эту тему. Мы к этой теме ещё раз вернёмся, когда будем говорить о треугольнике Карпмана. Только я ещё не придумала название этому эфиру. Потому что, ну не назовём же мы ключик жизни, треугольник Карпмана. Ну подумаем, может быть транзактный анализ назову, потому что это оттуда. А сегодня поговорим о нашей ответственности, о том, за что мы отвечаем, за что мы не отвечаем. За что же мы отвечаем, как вы думаете? За что мы отвечаем? Какая на нас лежит ответственность? И, ну знаете, я думаю, что это всё равно зависит от масштаба личности. Потому что чем больше масштаб личности у человека, чем больше человек лидер, то, конечно же, тем больше у него и сфера ответственности. Потому что лидер — это тот, кто может нести ответственность за кого-то ещё, не только за себя. И понятно, что есть люди, у которых достаточно большая сфера ответственности. И это может касаться каких-то политических деятелей, это могут быть какие-то бизнесмены, инфлюенсеры, то есть люди, которые владеют влиянием на какие-то большие массы людей. Но это также могут быть люди, которые не имеют какой-то власти человеческой, но чувствуют в себе ответственности, например, за планету. Это люди, которые понимают, что мы ответственны не только за себя, а понимают, что моя жизнь, она влияет и на жизни других. То есть то, как я живу, это неизменно, ну не то, что даёт пример, но да, и даёт пример, и как-то отзывается, резонирует, как эффект бабочки. Теория такая, что даже взмах бабочки может вызвать землетрясение или извержение вулкана на другой стороне планеты, то есть что всё настолько взаимосвязано у нас, что мы друг на друга влияем. Вера ответственности зависит, конечно, от масштаба нашей Личности и от того, насколько мы сильные, насколько мы взрослые, насколько мы обладаем лидерскими способностями, если это касается людей, или какими-то такими духовными, экологическими идеями, когда мы понимаем, что от нас зависит всё, что нас окружает. В чём заключается вообще ответственность? Это когда я беру на себя ответственность за последствия. Сейчас надо по-другому как-то сформулировать, иначе это автология получается. Ответственность — это когда я отвечаю за… ну, ответ, да, даю, отвечаю за последствия. Ну, в принципе, ответственность — это responsibility, тоже в английском языке тоже самое, coring response — отвечать, то есть как я реагирую. То есть я ответственна за то, как я живу, и как я реагирую на жизнь, и то, что у меня происходит. И, соответственно, когда я, например, ответственна за планету Земля, то я буду делать всё возможное, не мусорить, сортировать, ресайкл, я буду как-то экономно использовать ресурсы, ну, бла-бла-бла, и тогда сейчас не эта тема нашего эфира. Например, когда я ответственна, например, за свою семью. Понятно, что я думаю чуть-чуть больше, чем о себе. Но заметьте такой момент, что у нас люди, в принципе, особенно женщины, они часто любят брать на себя ответственность больше, чем это нужно, больше, чем физически или психологически мы, женщины, готовы взять. Поэтому наша задача не просто быть ответственными, а вовремя уметь отследить, за что я ответственна, за что нет. Потому что очень часто вот этот момент ответственности перерастает в спасательство или перерастает, ну, в такое некое домашнее узурбаторство или недомашнее. То есть когда я считаю себя ответственной, например, за природу, и начинаю ненавидеть всех, кто мусорит, кто в лесу пластик бросает или кто как-то не делает, например, ресайкл, не сортирует мусор или кто ещё какие-то не соблюдает вещи или кульки эти постоянно в супермаркетах берёт бездумно, чтобы взять экологическую свою многоразовую сумку. Вот это уже не ответственность. Потому что в этом моменте важно, чтобы мы ответственность брали за себя. То есть да, если я беру на себя ответственность, например, за сохранность экологии, планеты, или я беру на себя ответственность за свою страну, то есть я идентифицирую себя со своей страной и хочу за неё нести ответственность. Но при этом всё равно нужно помнить, что управлять мы можем только и только собой, ну и, конечно, до какого-то возраста детьми, то есть тем, кто является частью меня. Отзывается? Поставьте мне какие-нибудь там значки, девчонки, тема, как вам ответственность. Я знаю, такая тема, знаете, может быть не для всех вкусная, но точно для всех важная, потому что сейчас мы будем дальше уже ближе идти к тому, почему я эту тему решила вынести отдельно в эфир, просто именно на ней сделать акцент, потому что, ну, вот это длинное предисловие, масштабы личности, знаете, это просто, чтобы так, охватить, охватить тему ответственности. Но главный акцент я сегодня хочу сделать на другом, я хочу сделать именно на том, что мы очень часто берём на себя не нашу ответственность, а свою ответственность на себя не берём. Вот такой парадокс очень странный. Мы, женщины, часто любим на себя взвалить и тянуть на себе всех, мужа, родителей, ну вот таких, мир во всем мире, ещё что-нибудь, а свою личную жизнь не берём. Это, конечно же, потому что в своей личной жизни разбираться сложно. Я тоже, знаете, на консультации, вот я вхожу в поле человека, начинаем разбирать, и, ну, не всегда, но в основном мне так всё ясно, всё понятно со стороны, всё видно. А в своей жизни, конечно же, я также, как и многие из нас, заблудилась в трёхсоснах в определённых сферах, и точно так же ищу свои ответы, и точно так же копаю, разбираюсь. Вот, поэтому это понятно, почему мы не хотим брать ответственность за свою жизнь, но, тем не менее, это то, что очень важно сделать для того, чтобы жизнь могла меняться к лучшему, для того, чтобы мы могли действительно проживать самый лучший сценарий нашей судьбы. Почему это важно? И как это проявляется? Давайте на конкретном примере. Очень часто мы любим впадать, знаете, в такое, что кто-то ответственен за то, что происходит в моей жизни. Я говорю, это элементарные вещи, я просто хочу сегодня на них сделать акцент. Понятно, что вы всё это уже слышали и знаете. То есть, когда государство виновата, там, чиновники, какая-то там родители виноваты, потому что в детстве там недолюбили или ещё что-то сделали или не сделали. Ну, в общем, муж, конечно же, во всём виноват. У мужа жена бывает во всём виновата. Дети бывают виноваты, да. Есть, наверное, родители, которые детей обвиняют в своих проблемах и вообще в проблемах в жизни. Вот, поэтому вот это и есть перекладывание ответственности. Когда я ищу, кто виноват в том, что в моей жизни всё не так, как я хочу. И вот здесь мы должны взять ответственность не потому, что так правильно, так психологи сказали или ещё что-нибудь, а потому что, когда мы, как только мы перекладываем ответственность на другого, то есть, как только я считаю, что это потому, что муж у меня там что-то складывается в жизни или не складывается, или потому что мама там что-то складывается, не складывается. Это потому, что там вот закон такой приняли в моей жизни, всё пошло в шкерберть, слово украинское пришло сразу. И как только мы так начинаем думать, мы тут же открываем, знаете, такой шлюз, и туда сливается колоссальное количество нашей энергии. То есть мы теряем энергию там, где мы не берём ответственность. Свою. Делаю поправку, потому что я повторюсь, что очень часто бывает такое, что мы, особенно женщины, берём ответственность на себя чужую. Мы как берём на себя ответственность? Ну, например, за детей мы уже сказали, да, дети в нашей находятся юрисдикции, это продолжение нас самих. Понятно, что мы думаем о будущем детей, мы там для них планируем, и то уже с достаточно маленького возраста ребёнок тоже проявляет свою волю, показывает нам свои таланты, свои предпочтения, и это тоже важно учитывать. То есть даже тут уже нужно немного делить ответственность и всё-таки позволять ребёнку брать её на себя. Но всё равно в детях мы ещё можем где-то разгуляться с ответственностью за других. Но что очень часто происходит? Я сейчас говорю с точки зрения семейных отношений в первую очередь, но это можно проецировать, конечно, на все остальные сферы жизни. Очень часто женщина начинает думать за мужем, думать, что ему делать, чего ему наделать, как ему достигать те цели, которые она там себе ставила, решила. И кроме того, что она думает, она ещё и пытается контролировать. Это часто происходит неосознанно, девчонки. Если вот вы сейчас подумаете, что «да нет, я так не делаю, да я же так делаю, даже я сама так делаю». И так делают большинство, большинство женщин, пока не включается осознанность. И то бывает. Осознанность — это не то, что можно один раз навсегда сделать, и всё, я осознанный человек. Так же, как и счастье. Это надо выбирать каждый день и каждой ситуации, включать свою осознанность, своё понимание, вот это вот ответственности. Потому что у меня очень часто тоже такое происходит, когда я впадаю вот в это невежество и начинаю думать, что у меня там, например, денег нет столько, сколько я бы хотела, потому что муж заработал, не разработал, дал мне, не дал мне или ещё что-нибудь. Пока… И как только так начинаешь думать, сразу теряешь энергию, и, конечно же, сразу начинают события выстраиваться в каком-то более негативном ключе. Пока я не вспоминаю так, «Таня, подожди, это в твоей жизни происходит». Ну, я говорю о деньгах, потому что это вот мой кармический триггер. Я говорю, это в твоей жизни происходит. Это у тебя, не того, что ты хочешь, или ты хочешь то, что тебе не надо, и тебе на это вселенная не выдаёт. Потому что муж, так же, как и работа, так же, как и клиенты, это курьеры, которые тебе выдают от твоего Высшего Я, от Творца, достаток, благо, деньги в том числе. Он просто Творец нам даёт это через кого-то. Кому-то вот у меня хорошо прокачан, через мужа мне даётся, у кого-то там через деятельность больше канал прокачан, у кого-то там ещё как-то, ещё как-то. Но нужно помнить всегда, что что бы ни происходило в жизни, это всегда между мной и Богом. Или если мы берём без всякой духовности, это между мной сознательной и мной бессознательной, подсознательной. Это между мной и моими задачами Души. И это так важно помнить всё время, всё время себе напоминать, что никто в этой жизни мне навредить не может, никто в этой жизни не может повлиять на меня и сделать так, чтобы у меня жизнь была лучше, сделать хуже. Всё вот в этих наших руцах, в физических руках и в метафизических наших руках, а именно наша воля, наши решения, наши поступки, наши мысли, конечно же, последствия программ. И если мне не нравится то, что происходит в моей жизни, я должна задать себе вопрос, почему я это создала в своей жизни, для чего это происходит и как я могу это изменить, если я хочу жить иначе. Вот в чём ответственность, когда я понимаю, что если я зашла в жизненный тупик, то это я своими ногами туда зашла. Моя задача — подумать, как я туда зашла. Знаете, как выйти из ситуации, нужно сначала понять, как я туда зашла, как я зашла в эту ситуацию. И точно так же из неё выйти. Ну, то есть, ну, не точно так же. Заходить в кармические ситуации всегда, конечно, легко, выходить намного сложнее. Путь уже как выхода из этих ситуаций — это, конечно, другая история. Это уже работа. Станей Шахбандр приходит к Тане на консультацию, и мы с вами начинаем этот клубочек кармически разматывать, начинаем разбирать ситуацию, по полочкам раскладывать и понимать, где выход, где свет в конце туннеля. Но мы сегодня говорим об ответственности, и начало всегда именно в этом. Потому что как только я сказала себе, «Так, стоп, это не муж, это не родители, это не государство, это вот я. Я создала это в своей жизни». Не сознательно, конечно, не намеренно, но вот я что-то создала в своей жизни. Сразу раз — и у нас наша энергия начинает к нам идти. Она перестаёт уходить туда, на кого мы раньше накладывали эту ответственность, на родителей, мужа, детей, государства и так далее. И начинает эта энергия идти нам, как только я возвращаю себе ответственность. Потому брать на себя ответственность за свою жизнь — это для нас такая очень большая выгода. Выгода в том, что мы энергизуемся, мы возвращаем себе свою силу и свою волю. Я, конечно, всё равно люблю полагаться на божественную волю, я всегда делю, потому что это мой путь, мне нравится разделять ответственность с Богом. Но всё равно отношения выстраиваются сначала через себя. То есть как я сюда зашла, для чего? Ну или если через духовность идти, то почему меня Бог, Творец, как вы это понимаете, каждый это по-своему чувствует, почему Он меня завёл в эту ситуацию? Для чего? Чтобы что? Когда мы начинаем так мыслить, к нам возвращается сила и энергия, и начинают, конечно же, приходить ответы. Даже если вы не работаете с кем-то, со специалистом, то к вам всё равно приходят ответы. То есть когда я начинала, у меня ещё не было психологов, у меня даже было убеждение, что это лишняя трата денег, платить деньги за разговоры. Просто человек со мной посидел и поразговаривал, ему деньги платить. Вот так я думала. Видите, как ирония судьбы какая, что теперь я как раз на этом тоже зарабатываю деньги. О разговорах. Ну вот такая трансформация от материалистического способа жизни мысли, когда вот купил буханку хлеба, вот ты держишь буханку хлеба в руках, знаешь, за что заплатил. Купил платьишко, знаешь, за что заплатил. А вот нематериальные вещи, помню ещё с первым мужем, как клиенты не понимали, за что художнику платить деньги. Ну понятно, за печать надо заплатить, за материал надо заплатить. А художнику зачем? То есть человек бесплатно должен сидеть, работать. Ну это такое лирическое отступление. Я говорила о том, что даже тогда, изначально, когда я начала свой путь, я работала без психологов. Ну я уже начала читать книги, но это тоже определённая работа с кем-то. И через книги, через вот эти новые знания начала брать на себя ответственность, задавать правильные вопросы. А когда задаёшь правильные вопросы жизни, то, конечно же, начинаешь получать правильные ответы. Я задавала вопросы, почему у меня болеют дети, например, сын болел у меня очень сильно, что я могу сделать, чтобы он не болел. То есть не жаловаться, вот, что ж такое плохое здоровье у ребёнка, за что же мне такое наказание. Я взяла проактивную позицию. И вот это и даёт силу. Когда я понимаю, так, мне нужно разобраться, что за фигня, что такое происходит, что я могу сделать, чтобы было по-другому. Я начала изучать, я начала получать ответы, я нашла Комаровского, который очень легко и подробно объяснил вот эту всю физиологию, дыхательных путей, всё разобралась, внесла коррективы в образ жизни, больше сын никогда с пневмонией уже не попадал в больницы. Точно так же с деньгами. Думаю, да что за фигня? Почему у нас постоянно нет денег? Ну, на этот вопрос я до сих пор всё новые и новые ответы нахожу, но хотя сейчас совершенно другой уровень. Но я всё равно начала задавать вопрос, что я могу сделать, что такого я делаю неправильного, что ведёт меня не туда, куда я хочу, не даёт мне изобилие и благ. И что я не делаю, что может меня привести. Я начала наблюдать, я читала книги, все возможные, я справилась с своей гордыней, что всякую тухтовую литературу и вот это всё читать, о боже, это какие-то дебилы читают. Я начала читать всё, что попадалось, и в поисках информации, и начала работать над своим денежным мышлением, и, соответственно, начала менять и финансовое состояние в своей жизни, потому что взяла на себя ответственность. Ещё раз, этот эфир посвящается вот этой нашей женской теме, как очень часто, это так часто девочки происходят, приходят ко мне женщины на консультацию, и всё, что я слышу, особенно в замужних отношениях, когда муж, муж что, муж всё, муж сказал, муж не сказал, муж сделал, муж не сделал, муж работает, не работает, делает, не делает, даёт, не даёт деньги, ну, в общем, вот такое постоянное. И я всегда рисую, сейчас вам тоже нарисую, рисую, почему такой способ мышления не даёт никаких результатов. Так, сейчас мы купили бумагу, но она у меня не здесь. Вот, нашла более-менее чистый листок и маркер. Так вот, все наши проблемы в жизни, когда мы отдаём свою ответственность другим людям, когда считаем, что от кого-то зависит что-то. Вот это я нарисовала, это так можно себе представить в 2D, например, наш жизненный путь и наш канал одновременно. Вот это вот, мы такие девочки, девочки, припевочки. Вот, и вот это наш канал, и там Бог, да, это божественный наш канал. И вот в этом канале есть всё. Вот эти волосики ещё нарисуем, наши девочки. В этом канале, это вот, это наша жизнь, это наш путь. Есть для нас любовь, есть для нас деньги, в том количестве, в котором нам это надо, конкретно по нашей судьбе, по нашим потребностям. Есть там здоровье, ну, любые благи, любые блага, которые нам нужны, они есть в нашем потоке, в нашем канале, в нашей жизни. Есть, и вот нарисуем, например, канал мужа. Надо было другой цвет, ну, ладно, что я пошире бы нарисовала, всё по Фрейду. Вот, это вот канал, например, мужа, да. Так, и тут его, например, там тоже его здоровье, его деньги, его любовь, и так далее. И, конечно же, когда мы объединяем свои жизни, у нас, ну, наш общий канал появляется, да, Бог и тут это всё, Бог. Наш общий канал, но мы не можем сливаться полностью, всё равно остаётся наша индивидуальная воля и наша индивидуальная ответственность. Каждого за свою жизнь. То есть, да, мы объединяемся, мы делаем что-то вместе, и, понятно, у нас, мы и встречаем друг друга по резонансам, мы встречаем друг друга по программам, по задачам души, похожим, для того, чтобы проработать, по крючочкам кармическим, конечно, друг друга встречаем, чтобы триггерить друг друга и показывать, какие у нас есть травмы, чтобы мы их исцеляли. Это понятно. Но всё равно, повторюсь, у нас остаётся наша индивидуальная воля и остаётся наша индивидуальная ответственность за жизнь. Потому что, вот были у нас такие моменты, например, с мужем, когда я чувствовала себя, ну, капец, как несчастной. Мне было плохо, и мне казалось, что, ну, это, конечно, была моя иллюзия, мне казалось, что мы живём очень плохо, и мы очень бедно живём. Это на минуточку уже в Калифорнии, в самом дорогом штате, городе, городе мира вообще, ну, почти есть и другие дорогие города, но в очень таком месте, да, там, пожалуйста, я не работала, ну, с ребёнком, конечно, это тоже сейчас ошибочно сказала, я работала мамой и домохозяйкой, вот, но я могла ходить в бассейн хоть каждый день, да, то есть, ходить в рестораны, то есть, была свобода и было изобилие, но я вот, я индивидуально погрузилась в своё несчастье, я погрузилась, потому что мне казалось, что мне не хватает, мне казалось, что нет у меня того, что нужно, и я начинаю, значит, мужа, так, что такое, ты меня сюда привёз, где мои горы золота и бриллиантов, где это, и я вот транслировала, ну, что мы бедные, а он мне говорит, да, я так не считаю, а я богатый, понимаете, а он мне говорит, а я богатый, и вот, и вот как это, вот скажите, вот одна семья, один наш общий канал, но один человек богатый, другой бедный, как такое может быть? Ну, я не говорю о тех ситуациях, когда там какой-то, нездоровые какие-то ситуации, где там муж какой-то миллионер, а жену как рабыни держит, но я не об этом говорю, я говорю, что когда вот всё, у нас общий счёт, всё нормально, это всё наши внутренние ощущения, и я постоянно мужа теребила, пока я не поняла, что проблема-то во мне, это моя жизнь, и моё недовольство, если я недовольна, мне нужно понять, а что я могу это сделать, потому что я не могу трясти мужа каждый день и постоянно, потому что, естественно, это вызывает что? Сопротивление, и, ну, даже вы сами подумайте, вот если у вас дети, наверняка у вас, ну, постарше уже дети, возникали ситуации, когда ребёнок, сплошные претензии, и то не так, и то не так, и всё ему, значит, родители должны, и всё ему, недостаточно он сделал, да, и ты такой думаешь, блин, я тут с утра до ночи, знаете, рученьки терпну, взлываются виченьки, я тут постоянно только делаю, что вкладываю в них, а такая неблагодарность, и, конечно, мы никуда не денемся, мы продолжаем детей растить и давать им всё, но всё равно появляется такое чувство досады, конечно, и вот так же чувствуют взрослые люди, когда мы начинаем считать, что человек нам должен, начинаем с него требовать, 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 то, конечно, это вызывает сопротивление, потому что, когда мы благодарим, то человеку хочется дать ещё, а когда мы выставляем претензии и требуем, то, естественно, возникает желание всеми способами отойти от такого человека, вот возвращаясь к нашей съемке, приходят, значит, ко мне клиенты, я им рисую вот такую съемку обычно, говорю, почему в жизни всё плохо, например, а муж считает, что у него всё хорошо, я говорю, конечно, у него всё хорошо, потому что, ну, во-первых, ты у него есть, во-вторых, ну, в его жизни реально всё хорошо, страдаешь, кто ты, и пока не берётся на себя ответственность, вся энергия куда уходит, вот сюда, то есть, если я думаю, что муж создаёт мою жизнь, если он ответственный за то, что есть в моей жизни, чего нет в моей жизни, что он не дал, он не дал, он сделал, он не сделал, и так далее, и так далее, и так далее, до тех пор мы не находимся у себя в канале, вот мы из этого канала выходим, и находим, и сидим в другом канале, я вам уже рисовала эту схемку, и показывала, что мы можем из своего канала выскакивать, не обязательно в чей-то канал, мы можем просто в прошлое, уходить в будущее, это тоже в другую сторону, там тоже нет ничего для нас, в тревожное будущее, если мы там выходим, или в прошлом на шарманке что-то крутим, то есть, когда мы не пребываем в моменте сейчас, потому что вот этот канал, он вот здесь и сейчас находится, но вот сегодня мы говорим об ответственности, и о том, что очень часто, я это показываю на примере клиентов, ну и говорю, конечно, что это, и обо мне тоже, очень часто мы перемещаем свою энергию, а кто был на вебинаре по квантовой физике, тот чувствовал, как физически мы энергию свою переносим, кстати, вебинар можно купить за 50, боже, не за 50, ну можно и за 50, но я за 15 долларов его продаю, вебинар по квантовой физике, офигенно, рекомендую, и вот там физически мы делали упражнения, чтобы почувствовать, как мы своим фокусом внимания перемещаем физически эту энергию, а здесь я вам иллюстрирую эту картинку, вот так мы выходим из своего канала и начинаем сидеть тут, и что происходит? я здесь, я, грубо говоря, отдаю свою энергию мужу, ему, грубо говоря, хорошо, а мне плохо, да, там, или вот клиенту моему плохо, почему? Потому что всё, что ей нужно, есть тут, в её канале, там, где её ответственность, её воля, а её там нет, она вот здесь, понимаете? и повторюсь, как мы выходим, когда вот от мужа зависит качество моей жизни, ну да, я вышла замуж, конечно, мне её муж обеспечивает, но если я считаю, что, если у меня нет веры, что муж мне может дать это, то всё, лошадь сдохла, слезть с ней, он называется, или не надо дарить корову, у которой нет молока, то есть, значит, надо принять какое-то решение, но если мы остаёмся с этим человеком, то всё, мы возвращаемся только сюда, сюда возвращаемся и так, это в моей жизни происходит, почему в моей жизни это происходит, для чего? Ещё раз эти вопросы, это очень важные вопросы, почему это происходит в моей жизни, для чего это происходит в моей жизни, и что я могу сделать, три вопроса, что я могу сделать, чтобы изменить свою жизнь, для того, чтобы я была счастлива, и чтобы у меня было то, что я хочу, вот когда я сюда вернулась у меня сразу появилась энергия потому что я перестала сливать иначе чувствует свою силу потому что я взяла проактивную позицию я назвала себя источником а если я источник того что в моей жизни происходит то я могу изменить это я могу что-то делать повторюсь у меня это в содружестве сущими силами я всегда так начинаем что-то делать начинаем искать и не искать открывать свое сознание к ответам потому что ответы конечно же есть всегда ну или или приходим к стани шампанда находим ответы стани шампанда куда двигаться что делать вот или вот мы уже с вами говорили самый лучший способ услышать это медитации практике все духовные там можно мантры петь или дыхательной практике когда ты останавливаешь свою эту обезьянку которая так ищет на кого вспихнуть ответственность и начинаем слышать себя успокаиваем свой ум свои эмоции расширяем сознание и тогда начинаем смотреть на отклик вселенной что она нам подскажет что она нам дает и и и всегда всегда приходят изменения то есть не было еще такого чтобы после возвращения ответственности себе не происходили какие-то позитивные события сразу ну ты сразу вселенная отвечать у кого-то может быть чуть-чуть дольше это то есть инертность тоже мы учитываем ну кого-то там эта энергетика быстрее работает да метаболизм такой энергетический быстрый вот что подумала и уже что-то там проявилась материи у кого-то это чуть больше занимает времени но однозначно все прекрасно начинает происходить как только мы берем ответственность за свою жизнь и перестаем брать ответственность за других в каком смысле когда перестаем быть спасателем и перестаем например за мужа решать как он должен достичь daha своих целей что он должен делать чего не делать куда двигаться куда ни двигаться работать где сколько и так далее и так далее так далее потому что мы можем мужу говорить свои желания то есть не можем это наша женская задача научиться говорить и моему мужу своем мужчине своих желаниях доносить им до не требовать, а просто доносить без ожиданий. А как это будет реализовано, уже не наша задача. То есть мужчине нужно говорить, что делать, но никогда нельзя говорить, как это сделать. И не только мужчине. Кстати, мудрые работодатели, они точно так же делают в успешных компаниях. Обычно так говорится задача, что нужно сделать, но не говорится как, чтобы человек использовал свой творческий потенциал и самостоятельно искал решение, находил эти решения. Вот, и дальше вот если мужчина услышал наше желание, если он хочет это сделать, готов это сделать и делает для нас шикарно. Если нет, тогда уже мы дальше смотрим. Я готова принимать свою жизнь с этим человеком без вот того, что я там у него бы просила, то, что для меня важно. То есть что для меня важнее, остаться с этим человеком или вот какие-то свои ценности. И, соответственно, исходя из этого, принимать свои решения. Девчонки, дайте мне обратную связь, пожалуйста. Как вам отзывается тема? Чувствуете ли вы, что в жизни тоже были такие периоды, когда отдавали ответственность и считали, что кто-то виноват в обстоятельствах? Или вот, кстати, часто мы ответственность на обстоятельства перекладываем. Так сложились обстоятельства, забывая о том, что подсознательно мы всё это выстраиваем. Вижу огонёчки, да? Был ли у вас такой опыт, когда вы всё-таки вспоминали о том, что, о боже, это же моя жизнь, моя ответственность, и брали её на себя? И какие результаты? То есть как менялась ваша жизнь? Расскажите, девчонки. Дайте обратную связь, буду вам очень за это благодарна. Вот, а я уже буду доставать для нас карту, карта подсказки ангелов на нашу четверговую неделю, пока вы пишете. И, в принципе, уже могу объявить, кто хочет поучаствовать в лотереи и выиграть мою сессию. Может, кому-то нужно разобраться со своими какими-то жизненными ситуациями, где можно себе вернуть ответственность, и как можно потом создавать свою жизнь, вернуть себе позицию Творца. По сути, ответственность — это позиция Творца. И мы вначале о этом говорили, не все сначала были, вначале говорили о том, что есть люди, которых, конечно, зона ответственности намного шире, чем я, и намного шире, чем семья моя и дети. Это может быть компания, это может быть страна, это может быть вся планета, кто-то за всю Вселенную может брать ответственность. Но уже исходя из всего, что мы проговорили, это можно сделать только тогда, когда есть четко выстроена своя индивидуальная ответственность и своя индивидуальная воля. Когда эта проработа просто с суперавтоматизма прочувствована каждой клеточкой ответственность за себя, и когда есть четкое разделение границ с другими людьми, понимание, что у каждого есть свой путь и своя свободная воля, я не имею права вмешиваться в эту волю, вот только тогда при этом условии у нас появляется возможность расширять свою зону ответственности и быть ответственным за большое количество людей, например, или вот за планету, за природу, и за космические энергии, и так далее, и так далее. За наполнение всего Вселенной и всех живых существ любовью и счастьем. Так, теперь я достаю карту. Кто хочет поучаствовать в затареи и выиграть мою сессию в подарок, пишите, пожалуйста, сейчас «хочу сессию», и я достаю для нас карту. У меня даже есть фраза, которую я себе часто повторяю. Я сама хозяйка своей жизни, «я свободна от скупости, я достойна». Супер, да. Ты права. Это о состоянии хозяйка. Угу, да. Спасибо тебе, что поделилась и вижу твою «хочу сессию». Да. Возвращать себе вот это чувство, что я хозяйка, я управляю. Карта у нас сегодня называется «Тайная благодать». Давайте почитаем. «То, что кажется проблемой, на самом деле является ответом на ваши молитвы». Смотрите, прям продолжение того, что мы говорили. Часто мы воспринимаем проблемы как проблемы и начинаем винить в этих своих проблемах окружающих. А на самом-то деле является ответом на наши молитвы. Слушайте, я вам даже больше того скажу. Я сейчас вот из Украины позабирала свои сокровища. Вот, кстати, эта рубашечка, одна из них я не показывала в сторис. Я так люблю эту рубашечку. Я не знаю, почему я ее не забрала из Украины сразу. Я уже немножко из нее выросла, но еще ничего, оделась. И, значит, забрала кулончики. Керамические мне когда-то подарила девочка одна, керамист, очень успешная. Она там и ее керамикой, и там этими кофелечками украшались многие заведения во Львове. И она на выставках международных участвовала, в выставках участвовала. В общем, все. И я эти кулончики отдала дочке, потому что она попросила. И дочка я взяла и одела. Этот кулончик я сижу, смотрю, и мне прям такая тепла... Сейчас, у меня язык полмался. Волна тепла пошла к этой девушке, которая мне дарила эти кулончики. Мы не близко были знакомы, но она ко мне какую-то симпатию испытывала. И у нас был общий реализатор. Я делала рукоделки, продавала на Вернисаже. Не сама, а через реализатора. И у нее же реализовывала там керамику эта девушка. И мне так захотелось ей написать. Я в гугле искала, таки нашла ее в Инстаграм, написала. Ну и, естественно, все это всколхнулись. Воспоминания все нашей прошлой жизни, вот этого моего бывшего мужа, вот этой нашей всей тусовки богемной, такой художественной. И, ну, понятно, что начала обдумывать снова эту ситуацию. Как же оно так все дошло в нашей жизни, что мы то были вместе, то расстались. И я вспомнила, что, да, вот это все колбасиво, которое происходило, оно на самом деле было ответом на мои молитвы. Просто в какой-то момент я поняла, что я больше не счастлива с этим человеком, когда у нас еще было все более-менее хорошо. То есть у нас еще было хорошо. Но я поняла, что, ну, знаете, такое, что мы движемся не в ту сторону, в которую я хотела. То есть, может, я даже не знала, какая мне сторона была нужна, но вот я поняла, что мне больше вот такое направление не нравится. И я знала, что мой бывший муж, он на тот момент настоящий, он не готов к никаким изменениям. И я помню, что я втайне мечтала о том, чтобы как-то все изменилось, но мысли о разводе мне даже не приходили. То есть настолько сильные были программы, что развод — это зло-зло-зло. Ну, так как-то вошло, вот так меня воспитали. Такая в моей душе была программа, из-за которой меня так воспитали, что развод — нет. И вот я попала в эту такую дилемму, что я не хочу больше находиться в этой семье, то есть в этих отношениях они больше меня не движут к моим целям, а что с этим делать — не знаю. И потом, когда вот эта вся колбасня началась, там влюбилась в моего мужа, там девушка начала его добиваться, я параллельно, конечно, испытывала неприятные чувства, потому что, конечно, это всё происходило очень некрасиво и непорядочно по отношению ко мне. Но одновременно я всё это понимала, что это просто ответ на мои молитвы, что всё происходит именно для того, чтобы направить меня на мою истинную ветку жизни. И вот сейчас эта карта, я с вами прям таким личным сокровенным делюсь, потому что она как раз об этом говорит, что то, что нам кажется проблемой, на самом деле является ответом на наши молитвы, является ответом на наши истинные желания. Причины возникшей ситуации вы поймёте, когда всё закончится. Сейчас закончилась вот та вся моя история с бывшим мужем. И я увидела, да, со стороны, что всё так должно было произойти. Да, было больно расставаться, мы срослись так, что с кровью, знаете, с мясом это всё разрывалось, но тем не менее это было нужно для нас обоих, выйти из этой петли нездоровой. Так, доверьтесь защите и бесконечной мудрости небес, которые всегда отвечают на ваши молитвы наилучшим образом. Вот это вот как раз духовное дополнение к ответственности. Да, ответственность мы берём на себя, возвращаем в себе энергию, возвращаем в себе силу, свою волю. Но я повторю, что люблю всегда разделять это с Творцом и понимать, что у Творца есть планы на меня. И знаю, что всё в этой жизни происходит для меня самым наилучшим образом. Ну, вот как в этой молитве Мёрфи, да, Бог во мне для меня, за меня. Если Бог за меня, то никто никогда не может быть против меня. Я всё могу с помощью высшей силы, укрепляющей меня. Каждая ситуация божественная решается. Так, и вижу ещё ваши комментарии. Где грань, когда ты не делегуешь повноважение кому-то и между тем, что я сама ничего не нужна? Классный вопрос. Благодарю тебя за него. Я сейчас на русском повторю, если кто-то будет слышать, не поймёт. Где грань, где ты делегируешь свои какие-то полномочия и тем, что ты такая «всё, я сама и ничего мне не нужно». То есть где перекладывание ответственности, а где делегирование? Вот я сейчас на таком примере дам. Например, когда я нанимаю няню. Ну, сейчас уже не нанимаю, но когда-то. На ком ответственность за ребёнка? Конечно, мы делим эту ответственность няне, потому что я ей плачу деньги за то, что он наберёт эту ответственность на себя. Ну, то есть чтобы с ребёнком было всё хорошо, чтобы он был в сохранности. То есть я делегирую свои ответственности, я делегирую свои обязанности как матери другому человеку. Но при этом теряю ли я свою ответственность за ребёнка полностью? Нет, конечно. Она всё равно остаётся на мне. Это всё равно мой ребёнок. Это моя ответственность — найти человека, которому я могу доверять. И если что-то с ребёнком случится, да, конечно, няня тоже часть ответственности несёт, но только часть, и небольшую. А всё равно большая часть будет на мне. Понимаете? Кроме того, что я же говорю, делю это всё равно с Богом. Значит, что если что-то случилось, ну, какое-то, да, может и неприятное, но всё равно божественное проведение, для чего-то это было нужно нам всем. То же самое там в работе. Ответственность — это супер, что ты задала этот вопрос. Я прям тебе супер благодарна, потому что врать на себя 100% ответственности совершенно не равно делать всё самостоятельно. Вот же в чём дело. Даже когда я вам тут рисовала и говорила, показывала, как вот я с мужем тоже, да, что муж мне там даёт, не даёт зарабатывать, не зарабатывать, а потом я себе говорю, так, Таня, подожди, это в твоей жизни. Я тут, видите, специально беленькая, представляю, что же вы серёжечку увидели, вы же видели, у меня серёжечка, я вам в сториз показывала, своими рульцами или пилами, или фиори, видите, маки, вот, к украинскому костюму. Вот, и вам специально шпакат. Так, в общем, даже вот когда я тогда забираю себе ответственность, да, перестаю думать, что-то муж мне там делает, не делает, муж даёт, не даёт. И так, Таня, подожди, это в твоей жизни тебе чего-то там не хватает. И я сажусь и начинаю разбираться с собой. Я с собой разбираюсь, к коучу своему еду разбираюсь, я выписываю, я молюсь, я там мантры читаю, медитации денежные делаю. И что происходит? Я не должна идти зарабатывать деньги. Хотя могу, да, но сейчас не об этом. Вот когда вот эти ситуации, мы и раньше случались, я при этом, я взяв на себя ответственность, я не шла зарабатывать эти деньги. Это не то, что, а, мне не хватает денег, а что я должна у мужа просить, что-то он мне должен давать. Пойду сама заработаю. Я так не говорю. Я беру на себя ответственность, это индивидуальный способ мышления, понимаете, это как я мыслю. Дело не в муже, а дело в том, что во мне. Или я не умею попросить у него, или я заблокировала там своими мыслями эти, да, то есть какими-то внутренними конфликтами заблокировала поток денег, или ещё что-то, или ещё что-то, понимаете? Я взяла ответственность на себя, я начала с собой работать, с психологом самостоятельно, духовно, тело прокачивать. И муж начал делать мне и давать мне то, что мне нужно. То есть в результате это всё равно муж мне это стал давать, но ответственность всё равно на мне, понимаете? Поэтому классный вопрос. Ответственность не значит, что я всё делаю сама. Ответственность — это я понимаю, что всё, что в жизни происходит, я осознанно или неосознанно, намеренно или не намеренно создаю сама, своими руками, или своими действиями какими-то, или намерениями. Я сама это создаю, но делать я не обязана всё сама. Важная задача — научиться делегировать. Но даже если мы делегируем, вот я управленец компанией, например, у меня своя компания, я не могу делать всё сама. Вот у меня была арт-студия, бизнес. Я нанимала людей, у меня были люди, которые мне помогали. Но всё равно бизнес-то мой, ответственность на мне, понимаете? Но я не должна всё делать своими руками. Дальше. Дуже гарно сорочка, лычится, украиночка краса. Дякую, я сама омылуюся, прям сама счастлива. Так как мы с вами заканчиваем. Люблю вас всех, и до встречи. Приходите и так на сессию, конечно. До встречи точно на эфире, и в личных переписочках. Всё, пока. Редактор субтитров. Редактор субтитров.